Друзья, всем привет! Сегодня утром я спустился с Бермамыта и отправляюсь в Джилысу по знаменитой дороге. Она у нас идет вон туда наверх. Про саму дорогу уже снято очень много роликов, повторяться не хочется, но какие-то участки я покажу. В этой поездке цель не только добраться до Джилысу и посмотреть водопады, но еще и погулять в окрестностях. А перед нами как раз село Кичибалык. Отправляемся в путь. Дождь со мной уже второй день. Я не удивлен. Привет-привет. И вам привет. Ты меня обойдешь? Или мне в сторону отъехать? Привет-привет. Доехал до одной из смотровых площадок. Я думаю, что ничего страшного, что идет дождь. Не всегда же должно вести с погодой. Нам повезло буквально недавно на Среднем и Рыбачем. Ну, а здесь дождик. Продолжаю подниматься наверх. Вот так. Главное, что на улице тепло и можно выходить и любоваться этими красотами. Виды, конечно, просто магические. Очередная смотровая площадка. Ну и, конечно же, все смотровые площадки с видом на Эльбрус сейчас теряют свою актуальность. Ничего не видно. Не могу не остановиться, когда вижу вот такую дорогу, уходящую вдаль. Класс. Жалко, что все в облаках. Но все равно обалденно. От основной дороги есть один съезд интересный. Вот он. Который ведет в царство гор и рек. Там очень красиво. Но сейчас очень сыро. И, скорее всего, здесь будет скользко ехать. Здесь нет, а там дальше, наверное, будет не очень. Я все-таки решил немного проехать по этой дороге. Вот про что я говорил. Это просто невероятно. Красивая река прям. Сейчас посмотрю, что там дальше. Потому что, возможно, мне понадобится разворот. А на такой узкой дорожке я буду разворачиваться до вечера. Я все-таки немного спустился вниз. Виды отсюда на эту реку шикарные. Но есть одно но. Я здесь не заеду назад. Вот я спускался. Это мои следы. Там яма по одной стороне. Если спускаться еще нормально, то подняться я там не смогу. А здесь грязь. Машину прям сносит. Сейчас буду думать. Поеду по траве. Здесь уже кто-то ездил. Колеса спущенные на 0,8. Фух. Страшновато. Так. Одно преодолели. Теперь здесь. Не делайте так никогда. Да, придумал я себе приключение. Страшновато было. В общем, если захотите посмотреть на реку оттуда, лучше пешком. Не так уж и далеко. И не так уж и высоко потом подниматься. Это лучше, чем пытаться думать, как оттуда выехать. Все, накачиваю колеса и еду дальше. Добрался до еще одной смотровой. Шикарные вот эти вот горы, ущелья. Очень классно. Ну а сейчас начинается финальный серпантин. Последний на пути к Джиллесу. В конце серпантина будет мост через реку Малка. Вот это виды. Прекрасная осенняя картинка. И на той стороне. Здесь небольшая кафешка. Там же продают бензин. Остановился у тропы на водопад Каракай-Су. Сейчас пойду к нему. Несмотря на то, что дождь идет. Посмотреть-то хочется. Идти вроде как 500 метров. В такую погоду горы и облака, нависшие над ними, выглядят, конечно, эпично. А водопад уже слышно. Вон там маленький водопадик. Но нас интересует не он. Нас интересует вот эта красота. Я его слышу уже. Обалдеть. Я до речи потерял. Это... Все, я все слова забыл. Вообще все равно, что дождь идет. Никак не влияет на впечатления, которые здесь сейчас можно получить и эмоции, которые можно испытать от этих видов. И еще смотреть на этот водопад с такой высоты. Вон там можно пройти и посмотреть снизу. Для этого возле моста нужно свернуть направо. Я переехал мост, поехал дальше. А возле моста можно свернуть направо и пройти сюда. Посмотреть снизу. Но я хочу сказать, что сверху это смотрится не менее эпично. Как и сама вот эта долина реки Малка. Вон там пещеры еще такие. Все, я прям... Я под впечатлением. Кайф. Дальше поехали. Здрасте. С ночевкой так пройдет. С ночевкой. С латкой ставим. Да, погода так себе. Может в машине спать буду. А там вставать можно где угодно спать. А, все понятно. Сейчас пойду посмотрю на водопадик и буду искать место для ночлега. Здесь в Джилысу проехать никуда не получится. Только пешком. А вот это так называемые зубы дракона. Классно смотрится. О, коровы. Две штуки. Тоже классно смотрится. Какая красотища. А вот это выглядит прям завораживающе. Скалы в тумане. И такие участки здесь встречаются. А мне хочется посмотреть поближе вот на тот водопад. И там где-то есть мостик или что-то. Мне надо на ту сторону перейти. Скользко. Да, человек перешел на ту сторону. и мне туда же надо. Вперед. Вот. Вот ради чего оно. К водопаду есть мостик. Там даже табличка, что это опасно для жизни. Но люди на той стороне ходят вон. Ну ладно. Пойдем. Страшно, блин. Он немного шатается. Вот так в другую сторону выглядит. Ура! Близко прям подходить я не буду. Ко мне эти скользкие. В принципе этого вида достаточно вполне. Чтобы понять всю красоту и мощь этого водопада. Еще чуть ближе. Наверное, на этом все. Дальше уже надо по камням прыгать. Здесь еще два маленьких водопада. Класс. Привет! Как дела? Все. Надо искать место для ночлега. Доброе утро. Доброе утро всем. Сегодня открывается другая картина. Стало видно горы позади. Снежные. Здесь тоже стало видно. Но это, наверное, ненадолго. А может быть и надолго. Сегодня противоречивые прогнозы погоды. Где-то говорят, что будет дождь целый день. Где-то говорят, что не будет. Посмотрим. Доброе утро еще раз. Пока есть видимость, я решил не терять эту возможность. И иду на Калинов мост. Ну, а вот как выглядит водопад без нависающих облаков. На Калинов мост отсюда можно попасть двумя путями. Первый это через перевал. А тут тропинка идет наверх. Там большой крюк будет. И второй это туда прямо по камням. Я пойду по камням. Но там впереди будет река. И я не знаю, есть ли там нормальный переход. Дошел я до этого перехода. Ничего страшного здесь нет. Можно даже, в принципе, по этой доске не идти. Страшно по ней ходить. Проще по камням переездить. Где-нибудь сейчас найду. Вот спокойно рядом по камешкам это все переходится. Перед выходом еще раз сверился с погодой. Дождь уже не обещают, зато ночью обещают снег. Это забавно. Ну, а теперь тропа уходит вон туда наверх. На камеру, наверное, не будет видно угол. Вот такая часть подъема уже пройдена. Но это высоко. Поднялся еще чуть выше. Что хочется сказать про вот эту часть подъема. Только в хорошей обуви и желательно с палками. После дождей особенно. И не факт, что я здесь буду спускаться, когда буду идти назад. Скорее всего, я пойду в обход через перевал. здесь небезопасно, здесь небезопасно, скажем так. Ну, а мне пока еще надо идти вверх. Вперед. Поднимаюсь все выше и выше. Джилесу уже как на ладони. Вот уже как высоко. Подъем по скользкой земле закончился. Теперь начинаются камни. До цели осталось где-то метров триста семьдесят, триста восемьдесят. Двигаем дальше. Я дошел до места, где царит невероятная тишина. Все реки, водопады остались там. А здесь просто очень тихо. А мне вон туда. Часть пути по скалам оказалась довольно простой. А теперь нас ждет вот такой вот спуск на Калинов мост. Погнали. Главное, чтобы сейчас не затянуло это все. Масштабы, конечно, впечатляющие. Камера вряд ли передает это все. Здесь тоже синим маркером отмечен маршрут. А здесь на высоте можно прикоснуться на юге к частичке севера. Класс! Вот какие виды здесь открываются. А здесь можно спрятаться от дождя. Вот мы и добрались. Вот сам Калинов мост. Это природное образование. Это с обратной стороны у нас такая красотища. А здесь я думаю вы уже поняли мы находимся прямо над водопадом Султан. И смотрим туда вниз. Откуда мы вчера и сегодня утром смотрели на этот водопад. Спускаемся на сам мостик. Здесь аккуратнее надо быть. Это все очень легко осыпается. У меня в очередной раз нет слов. Мне даже смотреть страшно туда. Хотя высоты я не боюсь. Я нашел еще одну пещеру. где можно спрятаться от непогоды если вдруг заливать начнет. Если там конечно никто не живет уже. Сейчас мы еще пойдем на ту сторону посмотрим. Идем на другую сторону. А здесь секретные виды. ух главная в осенних красках. Осень придает свой шарм этим местам. Несмотря на то, что все затягивает опять все равно это выглядит очень круто. Нужно туда подойти будет. вот как видно отсюда береза растет прям в нужном месте. Обалдеть! смотрите еще один домик. Это место 100% рекомендовано к посещению. Только не по тому маршруту каким я сюда пришел. Возвращаться я буду не так. Возвращаться я буду вот так через верх. Там уже все затянуло. но это явно лучше. Там более пологий спуск. Пока передохну в домике попью воды и потом пойду назад. Все я покидаю Калинов мост по другой тропе. Оттуда я спускался там уже все затянуло. Ну и там тоже не лучше. Вперед забрался я наверх Калинов мост остался позади и вот тропа в обход этой всей горы. Радостный указатель. Спасибо. Отсюда открываются классные виды на водопад. Это не Султан. Султан там за скалой. А это такой маленький водопадик, который тоже снизу видно. Уже могу с полной уверенностью сказать, что эта тропа более живописная. Ну а еще с более полной уверенностью я могу сказать, что эта тропа в тысячу раз проще, чем та, по которой я поднимался. Вот такие виды отсюда открываются на Джилы-Су. Вон там у меня машинка стоит. Привет. В принципе все. Эта дорожка ведет к мостику через реку. Так что вот такой маршрут получился. На самом деле интересно, когда маршрут круговой. И поэтому все-таки наверное лучше пройтись таким же кругом, как прошел я. Только именно в эту же сторону. Потому что если идти в обратную, там будет очень тяжелый спуск. А здесь получается ты сначала страдаешь, поднимаешься, потом наслаждаешься видами на мосту, а потом идешь по живописной тропе. Класс! Интересно так корова там пьет воду и душ принимает. все небольшой походик закончен. Вот здесь я спускался вот по этой тропе. Два с половиной часа пять километров пути. Прогноз погоды сбывается. Ничего не видно вообще. Небольшое включение из сегодняшнего дня поливает весь день. Сейчас немного дождик стих, но все равно продолжается. Хорошо я с утра успел сходить в небольшую радиалку. Завтра утром по прогнозу дождя быть не должно. Я на это очень надеюсь. Ну а сегодня вдобавок еще обещают снег. Всем доброй ночи. Сейчас три часа и я наконец-то вижу Эльбрус. На камеру конечно ничего не видно но глазами это просто невероятно. Прошло три часа сейчас уже будет рассвет ну а небо просто великолепное чистое. Еще раз доброе утро. Пока есть эта невероятная возможность я решил подняться наверх чтобы посмотреть на Эльбрус. Сейчас уже рассвет облака периодически заслоняют Эльбрус но я думаю получится его увидеть во всей красе сверху. Водопад Султан с этой стороны. Здесь вот тоже такие классные горы. Я решил разнообразить виды. Сначала я хотел подняться вот там же где вчера спускался и оттуда посмотреть на Эльбрус. но потом подумал что надо бы изведать еще другие места поэтому иду сюда. Утро сегодня довольно прохладное пришлось дополнительно утепляться чтобы пойти гулять. Удивительно конечно наблюдать разницу между тем как это было вчера и тем как это выглядит сейчас. Я вчера вон там шел было все затянуто и ничего не было видно. Сейчас просто кайф и с этой стороны отличный вид на долину реки Малка. Эльбрус периодически появляется и исчезает но облаков мало я надеюсь больше их не будет они очень медленно его проплывают хочется его конечно отсюда лицезреть во всей красе. Оказались вершины Эльбруса красотища ну а здесь видимо когда-то была очень бурная река я хочу вот из лошадки такие классные мимо них пройти вот до той точки и наверное все отсюда очень классный вид извилистые русла реки которая приводит прям к вершине Эльбруса всем привет красотища в осенних красках лошади горы такое ощущение что я собираю зрителей какая грация как классно смотрится я не могу это не снимать это выглядит просто обалденно привет у меня сегодня лошадей больше чем Эльбруса поднялся еще выше видно как количество снега увеличивается с высотой класс и здесь вот такая красотища Эльбрус за облаками но это не отменяет того что здесь просто обалденный вид здесь тропа уходит туда дальше видимо летом можно пройти очень далеко у меня сегодня ограниченное время мне надо уезжать назад поэтому я буду спускаться вниз готовить завтрак собираться и выдвигаться в путь вершинка показалась одна но я надеюсь может быть снизу опять будет хороший вид к сожалению облака набежали продолжаю спускаться вниз снизу наверно все эти дни с дождями того стоили мне так кажется я никогда не видел Эльбрус и в принципе никогда не был в этих краях я увидел достаточно много я считаю мне все понравилось даже несмотря на дожди так или иначе я успевал посмотреть то что хотел в эти небольшие окна по утрам поэтому я считаю что все хорошо лошадки опять на меня смотрят приезжайте в Джиллсу это круто особенно осенью краски обалденные здесь осенью пока-пока лошадки рановато я спустился конечно еще люди начинают подниматься сюда наверх смотрите какая картина водопад Султан справа Эльбрус слева и все это в лучах яркого утреннего солнца у вас же тоже так наверное случалось когда погоду нарисовали только в последний день и и и и Субтитры сделал DimaTorzok